Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – что может рассказать состав крови о нашем здоровье. Сегодня у нас в студии Есефьева Наталья Борисовна. Это главный нештатный специалист-гематолог Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте. Наталья Борисовна, мой первый вопрос такой. Скажи, пожалуйста, гематологические заболевания, насколько они выражены в Ульяновской области, то есть у нас в регионе и в целом в Российской Федерации? И какова структура этих заболеваний, именно заболеваний крови? Заболевания крови делятся на опухолевые и неопухолевые. Ну да. Конечно, распространенность неопухолевых заболеваний гораздо выше за счет таких знакомых состояний патологических, как анемии. Они дают наибольший удельный вес в заболеваемости системы крови. И опухолевые заболевания, это различные гемобластозы, лейкозы, острые, хронические различные их варианты, они занимают порядка 4% от всех онкологических заболеваний вообще. То есть, если брать всю структуру онкологии, это, конечно, небольшой процент этих болезней. По количеству в Приволжском федеральном округе и в целом по стране мы не являемся в лидерах или, наоборот, в отстающих. Мы занимаем средние позиции по заболеваемости, смертности. Во время ковида было определенное проседание по показателям в плане выявляемости болезни, потому что пациенты находились преимущественно дома, не доходили на обследование до поликлиник. То есть, диагностика, как говорится. Да, да, просто их не было. То есть, вообще, поток был снижен и выявляемость именно онкологических заболеваний была снижена. Сейчас мы, начиная со второй половины 2022 года, вернулись к обычному своему режиму работы в плане насыщаемости вновь выявленных пациентов. Цифры примерно такие же, как в доковидное время. Что касается анемии, то, конечно, основной вес – это железодефицитные анемии, железодефицитные состояния. Во всем мире болеет порядка, страдает, болеет, страдает анемия железодефицитная около 2 миллиардов человек. То есть, это очень распространенное состояние. Это порядка около 25% населения? Ну, сейчас, если у нас уже на планете почти 8, то получается, что каждый четвертый человек на земном шаре может страдать железодефицитной анемии. И, в принципе, диагноз железодефицитной анемии поставить тоже несложно, да? Нет, несложно. Для этого нужно человеку сдать общий анализ крови и биохимический анализ, в котором должны быть указаны параметры обмена железа. Ну, кстати говоря, диспансеризация тоже в этом помогает? Да, конечно. Диспансеризация вообще помогает в выявлении различных заболеваний, системы крови в том числе. Потому что преимущественно, что нужно врачу, потом гематологу для того, чтобы оценить состояние здоровья человека, это общий анализ крови. Плюс определенные параметры биохимического анализа крови и все остальное, это уже врач-гематолог назначает дополнительно в виде те или иные отклонения. Наталья Борисовна, а какие симптомы при анемии у человека, ну, давайте просто о них скажем, да? Какие симптомы могут появиться у человека, на который он может сам обратить внимание и самостоятельно обратиться к врачу? Ну, если мы будем говорить о железодефицитной анемии, то это общая слабость, недомогание, сонливость днем, бессонница ночью. То есть такая инверсия сна. Сухость кожи. Например, женщины вынуждены чаще пользоваться кремами дополнительно. Сухость, ломкость ногтей, волос. Даже вплоть до упадения волос, да? Да, да, да. То есть на расческе больше остается волос, чем обычно, например, если замечал человек, делал акцент на этом. То есть это, казалось бы, не специфические вещи, но в то же время при совокупности могут появляться трещины в углах рта. Это тоже. Ну, по типу, как заедут. Да, да, да. Это все может быть скрытыми признаками уже сформированного дефицита железа. Конечно, если появляются выраженные симптомы, такие как головокружение, одышка, казалось бы, при ранее обычной нагрузке, человек стал ее хуже переносить, чувство сердцебиения. То есть дискомфорт сердца. Да, да, да. Могут быть головные боли. Тогда, конечно, это уже еще больше должно насторожить человека и мотивировать его пойти сдать общий анализ крови. Наталья Борисовна, давайте еще такими простыми словами скажем, все-таки вот в картине крови, да, вот, ну, общий анализ крови, начнем с него, да, что общая картина крови может сказать о здоровье человека? По каким параметрам? Ну, есть основные параметры. Это красная кровь, как ее называют, да, это гемоглобин, уровень гемоглобина, эритроцитов, и уровень лейкоцитов и тромбоцитов. Лейкоциты, в свою очередь, должны быть описаны лейкоцитарной формулой. То есть сейчас в современных анализаторах, если анализатор высокого класса, машина сама подразделяет их на различные виды клеток, либо врач-лаборант должен пересчитать их на стекле, на мазке крови. И тромбоциты – это клетки свертывающей системы крови. Это основные параметры, на которые обращает внимание любой врач, вне зависимости от специальности. Терапевт, врач общей практики, семейный врач, любой узкий специалист. То есть это основные параметры, которые должен оценивать врач при любом заболевании. Ну вот гематологические пациенты, да, вот какова маршрутизация таких пациентов? Когда нужно участие именно гематолога? В нашем регионе изначально пациент попадает в первичное звено. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в участковых, в районных больницах, в сельской местности, в городе, в городских поликлиниках. И, соответственно, изначально пациент встречается с терапевтом, либо врачом узкой специальности, если он обратился с какими-то конкретными симптомами, к эндокринологу, к неврологу, ну и так далее, не буду перечислять всех специалистов. И если ему назначен общий анализ крови, то дальше врач, который его осматривает, принимает решение, есть какие-то отклонения, нужно ли здесь вмешаться, чтобы направить пациента к гематологу или нет. Гематологу направляют в различных ситуациях. Это и анемия, и отклонение тромбоцитов в большую или в меньшую сторону, изменение уровня лейкоцитов и изменение в лейкоцитарной формуле. Это может быть увеличение лимфоузлов по неустановленной причине, то есть, например, терапевт провел обследование, но не установил причину увеличения лимфоузлов. И увеличение селезенки точно так же, без установленной причины. Все эти состояния требуют направления пациента к гематологу с направительным листом по предварительной записи. У нас осуществляется прием гематологом в областной консультативной поликлинике. Сейчас два специалиста у нас работают на амбулаторном приеме. И уже дальше по их отбору, если есть показания для госпитализации, пациенты госпитализируются в гематологическое отделение областной больницы. И также пациенты с злокачественными новообразованием лимфоидной ткани, это лимфомы, то есть только лимфомы, у нас получают лечение у химиотерапевтов в онкодиспансере. У нас медицина всегда развивается, приближаясь к пациенту, такими большими шагами, семимильными, как говорится, развивается, модернизируется, появляются высокие технологии. Вот насколько высокие технологии помогают именно в диагностике именно гематологических заболеваний и, может быть, в лечении тоже, ваше мнение? Сейчас, конечно, очень помогают, потому что именно раздел гематологии за последние десяток лет шагнул очень вперед в диагностике. То есть появились такие методы, которые, наверное, еще в конце 20 века даже не мечтали специалисты. Это касается молекулярно-генетических анализов. Изучено очень большой спектр нарушений в геноме человека, свойственных тому или иному опухолевому заболеванию крови. Но тут мы говорим, конечно, про лейкозы и лимфомы, не про анемию. Конечно, здесь это очень помогает не только диагностировать правильно само заболевание опухолевое, но еще и подобрать терапию. Потому что сейчас очень много таргетных препаратов. Это препараты, которые направлены точно на какую-то поломку в механизме взаимодействия клеток, в возникновении заболеваний. Поэтому, чтобы понять, какую именно из препаратов выбрать, возможно проведение таких сложных анализов. Но и кроветворная система, она практически, можно сказать, полностью почти изучена. Хотя, может быть, какие-то еще и остаются нюансы, но все-таки. И костный мозг тоже довольно-таки изучен. Да, конечно. И вот я хотел поговорить с вами о теме трансплантации. Давайте эту тему затронем. Насколько сейчас это все актуально? Насколько мы в этой сфере продвинулись? Это, конечно, очень актуально сейчас. И в нашей стране сейчас уделяется много внимания этому вопросу. Основное, это, конечно, создание банка доноров. То есть донорство. Да. Банка доноров именно костного мозга. К сожалению, до недавнего времени мало уделялось внимания этому вопросу. И он был у нас в таком скудном состоянии по количеству доноров, находящихся в нем. Но сейчас с каждым годом он прирастает, и на это выделяются финансовые средства в государстве. Здесь хочется призвать всех граждан, жителей нашего региона в том числе, чтобы они были в этом вопросе более активными. То есть занимали более активную гражданскую позицию. Потому что... Но это может случиться с каждым. Да. И для человека это, в общем-то, не стоит никаких затрат, ни его здоровья, ни его, тем более, финансовых затрат. А его данные, попавшие в этот регистр, в базу, когда-то спасут кому-то жизнь. Это очень важно. В нашем регионе не проводятся трансплантации стволовых клеток костного мозга. Но мы тесно сотрудничаем с различными федеральными центрами. Это все доступно. Это для пациента бесплатно. То есть это самый частый вопрос, сколько это будет стоить. Нисколько. То есть сама трансплантация, будь то своих собственных... Их бывает два вида, когда пересаживают свои собственные клетки пациента, либо от неродственного донора. Поэтому и в том, и в другом случае сама процедура и нахождение в клинике осуществляется по квоте. Никаких ограничений на сегодняшний день по квотам не существует. То есть здесь только нужны показания к трансплантации и желание самого пациента. Потому что это тоже на практике очень важно. Не всегда пациент готов на такую серьезную процедуру. И здесь приходится прикладывать зачастую много усилий врача, чтобы объяснить, зачем это нужно. Убедить, поехать на такой метод лечения. Наталья Борисовна, вот еще ваше личное мнение, как специалистов. Скажите, достаточно ли мы уделяем со стороны медицинского сообщества именно диагностике заболеваний крови ваше личное мнение? Потому что иногда бывает и разные случаи. Приходит пациент, предположим, к врачу, и говорит, что появились какие-то гематомы на коже. Проверяется кровь, вроде бы все хорошо, вроде бы структура не изменена. Может быть, надо дальше как-то, как говорится, копать в этом направлении. Какая-то еще дополнительная диагностика. То есть как вы считаете, вот ваше личное мнение? Ведь под этой маской может много заболеваний скрываться. Даже в плане... То есть кожные покровы тоже нужно осматривать? Конечно. Даже самообследование такое должно быть. Конечно. И кожные покровы, и обследование периферических лимфоузлов. Сосудов тоже. Зачастую это немножко упускается и врачами в общей практике. Здесь можно научиться и самому человеку правильно себя осматривать, и внимательным быть к себе. И самое главное, что нужно еще и своевременно сдавать анализы. Даже если человек здоров или чувствует себя здоровым, это не должно его освобождать от прохождения профосмотров, диспансеризации. Ну, это минимально, да? Вот сейчас такие рычаги, прямо диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, углубленная диспансеризация, опять же, да? Все это занимает, ну, 35-40 минут от силы, да? Ну, в целом, если взять, там, с создачей анализов, все прочее, да, с анкетированием, с консультацией врача, ну, уделите себе 30 минут времени. Конечно. И если подходить к этому неформально, да, да, а правильно и обдуманно, то, конечно, зачастую можно выявлять серьезные заболевания. И к нам такие пациенты приходят, когда, рассказывая свой анамнез заболевания, они говорят, что их ничего не беспокоило, но они прошли диспансеризацию и обнаружились какие-то изменения, которые дальше натолкнули врача-терапевта на дальнейшую диагностику и направление пациента к гематологу. Ну, у нас даже ведь структуры все созданы для того, чтобы человек не стоял в очереди для того, чтобы проходить диспансеризацию, да? То есть никаких там специальных записей не нужно, да? Отделения, кабинеты профилактики, да врачебный кабинет очень часто принимает в этом участие, центры здоровья, то есть, ну, настолько целая система вот этой медицинской профилактики у нас создана, да? Да, просто не нужно это игнорировать. Да, поэтому это очень важно. Натаря Борисовна, скажи, пожалуйста, а вот я хочу немножко такую тему затронуть. Иногда приходится гематологам, значит, участвовать и в планировании беременности, да, и даже в введении беременных женщин. Вот в каких случаях это происходит и насколько это часто бывает? Ну, здесь, опять же, особое внимание мы всегда уделяем пациенткам, которые планируют, пациенткам репродуктивного возраста с онкогематологическим заболеванием. То есть в анамнезе наследственный фактор какой-то есть, да? Нет, если они уже имеют установленные. А, уже, уже установленные. Да, если они имеют установленные. Наследственный тоже имеет значение, конечно, фактор, да? Ну, здесь... И здесь относительно в гематологии. Да, в онкогематологии, конечно, нет, впрямую никто не будет акцентировать внимание на том, если были... Ну, я просто про предрасположенность. Нет. Тут-то нет такого. Нет, такого нет. А вот если есть уже установленный диагноз, то, конечно, такие пациентки должны разумно относиться к своей жизни... К рекомендации врачей. ...и к планированию беременности. И, конечно, всем им рекомендуется, прежде чем планировать беременность, обсудить вот как раз это будущее с врачом-гематологом. И, естественно, если уже беременность наступила, конечно, они все наблюдаются, гематологом в том числе. Какая еще группа пациенток требует внимания? Это пациентки с нарушением свертывающей системы крови. Тромбоцитопении иммунные. Это достаточно тоже такое... Ну, с одной стороны, это редкое заболевание. Оно, в общем-то, даже отнесено в группу орфанных. Но, тем не менее, для нас, как для гематологов, оно не столь редкое. То есть мы большую группу пациентов наблюдаем. И женщины беременеют, и рожают благополучно. И не по одному ребенку. Но только это нужно все делать обдуманно и взвешенно. И относиться к своему здоровью, здоровью своих детей, имеющих и будущих, взвешенно. А вот насколько важно, на тромбоцитах вы считаете, ну, вы уже заикнулся об этом, снижение тромбоцитов, тромбоцитопении. Насколько это опасно? И какие заболевания могут действительно... Каким заболеванием могут насторожить в этом плане? Снижение тромбоцитов? Да, тромбоцитопении. Ну, вы уже сказали, это вот пурпуротромбоцитопеническое, да? Да, тромбоцитопении, естественно, могут быть симптомом какого-либо другого заболевания. Это могут быть любые ревматологические заболевания. Системные, то есть заболевания. Да, системные аутоиммунные заболевания, да. Это могут быть онкологические заболевания. То есть такой звоночек, может быть. Да, да. То есть уже имеющееся заболевание онкологическое у пациента, или наоборот, подозрение на него. Пациенты, которые получали ранее химиотерапию или лучевую терапию, часто обращаются с низким уровнем тромбоцитов на консультацию. Это может быть лекарственное воздействие на человека. То есть длительное использование обезболивающих препаратов, нестероидных, противовоспалительных. Это тоже может все влиять на уровень тромбоцитов. Но если все эти причины отметены, то остается вариант идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, или иммунной сейчас ее называют тромбоцитопенией, и тогда это чисто гематологическое заболевание. Такие пациенты наблюдаются у нас. Ну это излечивается все? Это хроническое заболевание. Сказать, что его можно излечить как грипп, невозможно. Можно достичь очень стойкой длительной ремиссии. У всех она индивидуальна. Пациенты могут по 10, 20, 30 лет не иметь рецидивов. Но, к сожалению, есть такие, которые имеют рецидивирующее течение. И тогда с ними бывает немножко сложно работать. Но, тем не менее, арсенал лекарственных средств позволяет помочь им. А вот гормональные контрацептивы очень часто используются. Скажите, пожалуйста, они влияют на картину крови? Да, они влияют. И здесь только одно направление, такое грозное, это тромбозы. Они влияют на свертывающую систему в сторону увеличения свертываемости крови. И это опасно развитием тромботических осложнений. Поэтому здесь при назначении таких препаратов акушерным гинекологам, или, я не думаю, что женщина сама выберет себе такой способ, не посоветовавшись с врачом, это неправильно вообще, то нужно правильно собрать анамнез пациентке и исключить все риски развития у нее тромботических осложнений. Ясно. Так, Борисовна, возвращаясь к теме анемии, очень часто человек определили, у него в крови железодефицитная анемия. Ну, назначили лечение. Но иногда бывает немножко по-другому. Человек решает самостоятельно лечиться. Препаратов железа очень много. В аптеках, к сожалению, иногда даже что-то рекомендуют без назначения врача. Это тоже одна из проблем. Да, но это, конечно, надо бы исключать, потому что то, что возврат к рецептам, рецептурный бланк должен быть все-таки от врача, вот это правильно, я считаю, да, и это должно быть так прямо законно, да, вот должно быть. Вот как вы относитесь к самолечению? Возможно ли это? Может ли человек просто профилактически пропить препараты железа? Это неправильно. Ваше мнение. Да, все неправильно, да. То есть железодефицитное состояние, и самое главное, что оно, этот термин отличается от железодефицитной анемии. Сейчас очень часто подменяют эти понятия местами. И это не совсем верно, я бы даже сказала, совсем неверно. Железодефицитное состояние, это когда при нормальном уровне гемоглобина в крови в биохимическом анализе мы можем увидеть снижение показателей обмена железа, да, сыворочного железа или ферритина. Но анемии при этом нет. Но пациенты зачастую приходят и просят назначить им лечение и сразу внутривенными препаратами железа. То есть думая, что это самый эффективный способ лечения, это неправильно. В таких ситуациях всегда первонаперво надо понять причину. Вот, это очень важно. Причину. А причин очень много ведь бывает. Да, причина этого железодефицитного состояния. И постараться ее устранить. Это самый, может быть, как сказать, не самый быстрый путь, то есть поиск причины займет какое-то время. Но он самый правильный и самый эффективный. Устранив причину, вы устраните проблему дефицита железа. И, возможно, медикаментозное лечение вообще не потребуется. То есть алиментарная причина же, она довольно-таки редко, да? То есть бывает... Наоборот. Она может быть алиментарная причина... Ну, то есть пищевая, да? Конечно. А может быть даже под маской там и язвенной болезни, и гастрит, да, и хальцистит. То есть желудочно-кишечный тракт. Конечно. Онкология, опять же, тоже может провоцировать. Поэтому надо разбираться с врачами. Однозначно. И, конечно, прежде чем пойти в аптеку и что-то купить себе, да, там какие-то поливитамины, БАДы, препараты, конечно, нужно сначала сдать общий анализ крови и обмен железа в полном объеме. Не отдельно сыворочное железо или отдельно ферритин, как сейчас стал очень почему-то популярным. Для меня не совсем объяснимо это. А все вместе. И там есть еще параметры, которые врач должен назначить, чтобы оценить в совокупности, что происходит. Почему это железо, например, не усваивается. Почему ему мало. И только когда это приводит к анемии, то есть снижению гемоглобина, это требует медикаментозного лечения. И здесь всегда дается предпочтение сначала пероральным формам. То есть это формы железа, которые принимаются внутрь. Они чаще всего пролонгированы. Они могут быть в капсулах, в таблетках, в растворах, то есть питьевые. Там один-два раза принимается в день всего. Да, один-два раза в день. Доза подбирается тоже врачом. И сразу хочу отметить, что не нужно ждать быстрого эффекта на это лечение. То есть курс должен быть обязательным. Да, курс длительный, как правило, лечения. И прибавка гемоглобина на 10 единиц в месяц считается удовлетворительным, хорошим ответом на лечение. Поэтому мгновенно ничего не происходит. Нужно на все время. Потом нужно еще разобраться, какая-то анемия. Бывает же еще B12-дефицитная анемия. Это конечно. И тогда лечение препарата железа будет совершенно неэффективно. Но это опять же должен сделать врач на первичном осмотре. И если он не может разобраться в генезе анемии, он должен направить пациента к гематологу. Не назначая ему лечение до того. Потому что это затрудняет дальнейшую диагностику гематологу. Когда пациент, придя, говорит, что он уже одновременно принимает и препараты железа, и витамин B12, и фолиевую кислоту. И просит помощи. Но гематологу крайне затруднительно в такой ситуации за один прием разобраться, что же произошло с человеком. Поэтому убедительно прошу не принимать одновременно все возможные препараты для повышения гемоглобина. Ну и по традиции уже ваши какие-то пожелания нашим телезрителям? Ну, хочется пожелать всем здоровья. Для этого ведите здоровый образ жизни, питайтесь сбалансированно, ведите активный образ жизни. И своевременно уделяйте внимание своему здоровью в плане профилактических осмотров, диспансеризации, сдачи анализа крови. Спасибо большое. Ну что же, дорогие друзья, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин